Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена новым критериям, по которым проверяют фирмы на сомнительные операции. Вы видите на экране наши контакты, то есть адрес электронной почты, телефон, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам оказалось неудобное время проведения или вы не смогли досмотреть до конца, то мы через некоторое время выкладываем запись на сайте и вы можете, соответственно, ее посмотреть в удобное для вас время. Ну и плюс там достаточно много другой информации, обучающей, информационной и, соответственно, может быть, что-то еще вас заинтересует из уже размещенных материалов. Мы приглашаем вас к сотрудничеству и, собственно говоря, надеемся, что наш ребинар будет вам полезен и надеемся на новые встречи. Программа нашей сегодняшней встречи, вы видите ее на экране, построена таким образом. Мы поговорим про сервисы, которые есть в 1С, поговорим, как защититься от претензий налоговиков, какие ошибки могут при этом насторожить, скажем так, фискальные органы и как постелить себе соломки на случай, если вдруг у вас все-таки возникла ситуация, когда налоговая предъявляет вам претензии. Мы будем с вами сегодня смотреть и слайды, которые вы сейчас видите, и будем переключаться на демо-версию ERP. Сейчас я переключусь, чтобы было уже более предметно. То есть вот у нас демо-база, и мы будем некоторые моменты смотреть по демонстрационной базе. Сейчас снова вернемся к нашим слайдам и поговорим вот о чем. То есть сама по себе проверка контрагентов, обвинения в обналичке и так далее достаточно неновая тема. И, естественно, уже достаточно много было информации и на наших сайтах, и в других информационных ресурсах. Немножко, так сказать, напомним, но уже давно известны, так сказать, вещи. Но, тем не менее, самый, наверное, распространенный сейчас способ обналички – это перевод денег техническим компаниям или индивидуальным предпринимателям, которые применяют разные спецрежимы. Ну, в частности, это может быть упрощенка. То есть идеальный вариант в этом случае, когда предприниматели, например, применяют патентную систему и имеют минимальный документооборот. Эту схему знают и налогоплательщики, и налоговики. Поэтому придумано достаточно много сервисов по проверке контрагента, которые позволяют и реально защититься от недобросовестных партнеров, ну и, соответственно, постелить соломки, если вдруг фирма или какое-то юрлицо опустилось во все тяжкие и занимается вот таким рискованным бизнесом. Но, естественно, как всегда бывает, лес рубят, щепки летят. В этом случае попадают под риски и вполне себе добросовестные налогоплательщики, которые выполняют какие-то достаточно нестандартные операции. Ну и плюс сейчас у нас работает система банковский светофор, когда предприятиям банки присваивают определенный цветовой код, то есть зеленый. Почему название светофор? Потому что желто-зеленый-красный. И, соответственно, если у вас компания белая и пушистая, ни шагу налево, то в этом случае вы попадаете в зеленый сектор. Если у вас компания все-таки имеет какие-то операции, которые попадают по признакам под какую-то схему, то у вас получается оранжевый цвет. Ну и, естественно, если у вас реально идет какая-то обналичка или какие-то операции, которые можно так квалифицировать, то вы попадаете в красный сектор. Не только вы, но и ваши партнеры в связи с тем, что с вами будут работать. То есть в этом случае они тоже попадают в зону риска и из зеленого, например, быстро перейдут в красный или в оранжевый. То есть если у вас реальные сделки, естественно, происходят, то вам придется запастись терпением и очень внимательно относиться к документам, которые сопровождают ваши сделки. И, естественно, в этом случае необходимо заранее подстраховаться и заготовить эти документы. Но если уж налоговая установит фиктивные сделки, то в этом случае защититься будет реально достаточно сложно. И в этом случае будет анализироваться сумма снятых денежных средств, то есть выведенных за последние три года. И если эта сумма окажется больше 10 миллионов рублей, то за это предусмотрена не только финансовая, но и уже уголовная ответственность. То есть в этом случае придется общаться не только с инспекторами, но еще и со следственными органами. Поэтому, естественно, подготовка своевременная документов до того, как вам предъявили претензии или как вами заинтересовались налоговики, это очень важный момент и поможет сэкономить и деньги, и время. Уже достаточно давно стало недостаточно просто формально сделать документы. То есть если раньше, например, можно было сделать акт выполненных работ и считать, что все, хай-класс, у вас железобетонное алиби, то сейчас этого уже давно недостаточно. Во-первых, налоговики достаточно четко проработали схемы, по которым происходят такие операции. Ну и во-вторых, даже несмотря на то, что появляются все новые и новые признаки, в общем-то доказать то, что сделка мнимая, это уже ваша главная боль, а не налоговая инспекция. История, скажем так, наситывает достаточно много лет уже, поскольку определенный период до 2001 года 8 лет практически не было никаких телодвижений по поводу защиты от обналички, а в 2001 году был принят закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. И вот на основании уже этого закона многие финансовые операции у нас оказались рискованными. Выводы, собственно говоря, такие. Ну, на что чаще всего обращают внимание налоговики и банки. Ну, во-первых, деньги из ниоткуда не берутся. И если вы вдруг попали, вам предложили, например, проводить такие операции, и что порядка 40% из обналиченных денег будут оставаться у вас, это либо попытка мошенничества, либо, соответственно, вас пытаются сделать соучастником преступления. Естественно, на это ни в коем случае нельзя соглашаться. Банковские операции сейчас уже практически полностью прозрачны, и банк всегда видит цепочку ваших переводов, и, соответственно, отследить, откуда началось движение, не составляет никакого труда. И, соответственно, правоохранительные органы этим успешно пользуются, и банки обязаны им оказывать всяческое сатистие. Если снятие денег делается по банковской карте, то есть не карте выпущенной, которую к расчетному счету, а по банковской карте, которая выпущена на физлицо, то в этом случае ответственность, и уголовную в том числе, несет владелец карты. То есть это нужно знать, и если вам, опять же, поступают какие-то такие предложения, то, естественно, нужно отклонять и как можно дальше держаться от таких партнеров. Было время, когда такие предложения были достаточно часто, поступали достаточно в больших количествах, и физическим лицам, и организациям. Ну, то есть предложений было много. И в этом случае нужно помнить один очень важный момент. Заливщику, то есть тому, кто скидывает на карту деньги для того, чтобы вы их обналичили, ну, им обычно совершенно все равно, что будет с вами или с вашим герцлицом, или с вашим бизнесом. То есть он заранее знает, что рано или поздно к вам придут фискальные органы, но деньги к этому моменту уже будут получены адресатом, и ему за это ничего не будет, потому что отследить его достаточно сложно. Ну, и в принципе, не стоит экспериментировать с Уголовным кодексом, потому что такие эксперименты вещь неблагодарная и опасная. Поскольку у нас, в общем-то, достаточно быстро развиваются и реакции фискальных органов, и предложения, которые поступают, то до сих пор выявляют новые способы, которые, в общем-то, позволяют обойти уже созданные законодательные поправки и так далее. Ну, естественно, и противодействие такому бизнесу тоже достаточно быстро развивается. То есть это как гонки за лидером, кто кого обгонит. Сейчас достаточно много существует программ, которые проверяют контрагентов по многим параметрам. И фирмы, которые, в принципе, либо уже столкнулись с такими проверками, либо четко знают, что такие претензии могут возникнуть, достаточно уверены. Ну, и готовят базу документальную для ответов на такие претензии. И достаточно много судебной практики, которая показывает, что компании достаточно уверенно отбиваются от претензий налоговиков. Но, тем не менее, здесь нужно держать руку на пульсе и, естественно, очень аккуратно работать с документами. И основная задача компании в этом случае, оказывается, подтвердить реальность сделки и подтвердить, что вы законопослушные предприниматели. И, собственно говоря, основное, это, конечно, подбор документов на то, чтобы доказать, что вы не участвовали в таких рискованных операциях, то есть вы не являетесь обнальщиками и не пытаетесь обмануть государство, занижая налоговую базу. Самые популярные программы, которые чаще всего сейчас используются, это программы либо законодательных порталов, либо операторов электронных каналов связи. Ну, вот одна из популярных программ Contour Focus, СБИС+, это оператор фискальных данных и оператор электронных документов. Spark, эту программу используют и 1С, то есть в 1С есть такой сервис, и можно воспользоваться. Главбух, проверка контрагентов. Selden Basis, это, как бы, достаточно удобная программа, но, тем не менее, не особо популярная. Сейчас развивается достаточно быстро такой сервис, как проверка контрагентов от Сбербанка. TaxCom Dossier, это тоже оператор электронных каналов связи. Unitrade24, FiraPro, и есть еще такой портал за честный бизнес. То есть это юридический портал, очень удобный. Одно время он был совершенно бесплатный, но, к сожалению, сейчас такая ситуация уже в прошлом. А портал предлагает пусть и за небольшие деньги, но уже подписываться и получать, соответственно, нужную вам информацию за деньги. Пусть и небольшие, допустим, минимальный пакет сейчас стоит 990 рублей, но все-таки это деньги. Здесь есть еще один момент. Сейчас я вам покажу слайдик портала за честный бизнес. Звучит он за честный бизнес именно по-русски, точка ру, и является абсолютно легальным софтом. И сейчас он набирает достаточно большую популярность, потому что проверка проводится не только по конкретным, допустим, данным, то есть ИНН, КПП, руководителей, сферы деятельности, но и позволяет анализировать аффилированность лиц и выводит очень подробную информацию по, во-первых, учредителям, а во-вторых, видам деятельности, в-третьих, анализирует данную отчетность и рассчитывает средние показатели по отрасли. То есть на самом деле сервис очень удобный и достаточно конкурентоспособный по цене. В 1С у нас есть встроенная защита, и эта встроенная защита, сейчас я вам покажу ее на слайдике, а потом мы переключимся на демо-базу. Я вам сейчас показываю рекламную заставку от 1С, и у нас здесь существуют вот такие сервисы, то есть 1С-контрагент, 1С-парк риски, ну и, естественно, если вы являетесь подписчиками ИТС, поскольку сейчас практически 100% фирм, которые на сопровождении у 1С обязаны иметь подписку, потому что иначе их не будут сопровождать. И сервисы эти условно-бесплатные, если можно так сказать. То есть если у вас ИТС-подписка Техно, то вот эти сервисы вы можете подключить дополнительно за оплату. Правда, плата достаточно дружественная, то есть, допустим, 1С-контрагент стоит на год порядка 4800 рублей. То есть согласитесь, если эту сумму разделить на 12 месяцев, то получится себе вполне дружественная цифра. А если у вас подписка ИТС-проф, то в этом случае вы можете одно юрлицо бесплатно подключить к этому сервису, и, соответственно, сервис действует год, то есть у вас будет годовая страховка от разных неожиданностей. Это во-первых. А во-вторых, сам по себе сервис очень удобен в обычном режиме, когда человек работает с какими-то документами, и с контрагентами, потому что по ИНН, если мы вводим ИНН, например, заводим нового контрагента по документам, то при введении ИНН все остальные сведения будут заполнены автоматически, то есть не нужно будет тратить время на ручной ввод. Во-первых. Во-вторых, будет заполнена информация по контрагенту уже полностью из регистрационных данных, которые размещены на официальных сайтах. И в-третьих, это, естественно, экономит время, потому что либо вы получаете уже готовую информацию, либо вы сидите и ручками вбиваете. Заполняются сведения и про ответственных лиц, и про систему налогоблажения. Ну, то есть вся информация, которая имеется в зарегистрированных источниках. И сейчас стал актуален еще один момент. То есть у нас в ВИЛИС, с этого года уже активно работает, система оценки контрагентов на основе банковского светофора, то есть зеленый, желтый, красный. Вы видите аббревиатуры, то есть по этому сервису, по банковскому, соответственно, оценивается индекс должной осмотрительности, финансовые риски и соблюдение платежной дисциплины. То есть если у вас предприятие не ведет рискованных операций, у вас все хорошо, вы белый, пушистый, то у вас зеленый цвет, зеленый индекс. Ну, соответственно, красный, это уже, если при, например, формировании платежки вам банк звонит, или вы сами проверили по светофору и увидели, что ваш контрагент относится к красной зоне, то вам надо основательно напрячься, потому что вы рискуете тоже поменять расцветку из зеленого на красный или на желтый. И в этом случае потом будет достаточно трудно по этому светофору, ну, во-первых, изменить группу риска, а во-вторых, если это реально контрагент, вам стоит напрячься, значит, он не очень добросовестный, и вам надо с ним работать с осторожностью. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу и посмотрим, как можно узнать, какие у вас подписки, какие у вас сервисы и так далее. То есть при запуске программы обычно выпадает вот такое окошечко, монитор портала 1С и ТС. Здесь высвечиваются ваши данные и, соответственно, обновления. То есть про обновления мы можем посмотреть на начальной странице, потому что если у вас, например, будет устаревший релиз или еще что-то такое опасное, то у вас будет здесь вот такое предупреждение красное, что доступно обновление, перейдите, пожалуйста, и посмотрите. Как вы видите, у нас сейчас мы с вами смотрим на релизе вот таком, то есть через вот эту пиктограмму мы можем посмотреть, какой у нас релиз. И сначала у нас идут сведения о платформе, которая у нас установлена, и уже потом сведения про конфигурацию, то есть какой у нас релиз. У нас релиз достаточно новый. 2.5.12.87. Сейчас уже существует 13-й релиз и так далее, но 87-й это достаточно новый релиз, и обновления на таком релизе не требуются. Почему я делаю акцент на релизе? Потому что сейчас практически на каждом отчетном периоде, то есть за квартал, за полугодие, вносится достаточно много и изменений. И, как вы знаете, с 1 января этого года было внесено много абсолютно новых отчетных документов и абсолютно новых отчетов, ну, например, типа ФС-1. И, соответственно, в этом случае, когда выходит обновление или какой-то новый релиз, нужно следить за этим, потому что при составлении рекламентированной отчетности может в вашем релизе не оказаться каких-то либо изменений, либо информации об исправлениях, которые внесли в программу. И, соответственно, в этом случае придется это делать ручками, что повысит и трудоемкость, и снизит скорость. Ну, то есть нужно следить за, так сказать, состоянием вашего автомобиля 1С, потому что будет очень неприятно, если у вас на ходу отваливаются колеса или зерки отпадают. Это мы с вами закрываем. То есть когда мы включаем монитор и тест, то есть мы видим, какой у вас релиз, и если требуется или не требуется обновление для того, чтобы без проблем сдавать отчетность. Но в нашем случае обновление не требуется, и вот полная информация о состоянии программы. А вот дальше у нас идет перечень сервисов, которые по подписке у нас, то есть подписка ИТС-ПРОФ, и срок действия этой подписки. То есть у нас в основном 30 сентября, но есть и август. То есть нам по-хорошему к началу августа нужно, во-первых, продлить подписку, чтобы продолжать пользоваться бесплатным сервисом, допустим, тот же контрагент. И кабинет сотрудник. Это сейчас тоже новый сервис, он очень удобный. Он, правда, и зарплатный, но обратите на него внимание. Это очень удобный сервис. И 1С финконтроль. Это как раз по теме нашего сегодняшнего разговора, нашей встречи. Ну и, естественно, вы можете отсюда перейти в личный кабинет на портале и посмотреть, что у вас там есть. Может, вам что-то из этого не нужно, зато вот без другого, например, вы не можете жить. Снова вернемся к нашим слайдикам. И мне бы хотелось напомнить, по каким критериям налоговые органы могут оценить, что ваше предприятие, например, попадает в группу риска. Ну, во-первых, это, естественно, признаки фирмы донодневок. Если они находят у вас какой-то из этих признаков, то могут прислать запрос, затребовать какие-то документы. Ну, то есть, как минимум, потребовать комментариев и пояснений. Признаки эти тоже не новые. Они достаточно давно уже используются. Но обратите на них внимание, потому что сейчас не только налоговики, но и банки анализируют предприятия с учетом вот этих вот именно признаков. И не только этих. То есть, мы еще немножко подробнее поговорим про другие признаки. Но сейчас анализируется, во-первых, имущественное состояние вашего контрагента. То есть, если там один учредитель, нет никакого персонала, нет оборудования, вы не арендуете никакие производственные помещения и так далее, то, естественно, если от такой компании вам приходит документ, что они вам выполнили каких-то услуг на миллион рублей, то налоговики, естественно, напрягутся, будут проверять и вашего контрагента, и вас, естественно. Второй критерий – это численность сотрудников. То есть, если у вас числится один директор, то компания сразу автоматом попадает в зону риска. Следующий не находится по юридическому адресу, но это не такой однозначный признак, потому что, может быть, у вас есть договоры аренды, может быть, вы там построили себе какую-то производственную базу. То есть, могут быть ситуации, когда нахождение не по юридическому адресу связано просто с технической ошибкой, что вы, например, построили себе какие-то производственные территории, там, например, склады или еще что-то, но не успели оформить на них регистрационные данные. А вот электричество – это всегда был показатель того, насколько декларируемые компании показатели соответствуют действительности. То есть, если у вас три богатыря – один директор, другой главный бухгалтер и третий коммерческий директор, то электричество, они даже если очень захотят, не смогут расходовать больше, чем, например, на офисное освещение. То есть, электричество, коммунальные услуги и аренда – это основные показатели того, что предприятие работающее и, соответственно, что оно не попадает в зону риска по обналичке. Очень пристальное внимание сейчас уделяют транзитным переводам. То есть, если у вас, например, утром пришли деньги, а в течение дня вы полностью всю сумму перевели дальше. А поскольку сейчас у нас и банки занимаются контролем, то, как вы понимаете, банки видят всегда всю вашу цепочку переводов. И, соответственно, это уже и налоговики, и полиция не вслепую будет тыркаться, а, получив информацию от банка, будет уже видеть конкретных участников платежей по всей цепочке. И уже более предметно будет проверять именно участников такой операции. Ну и, естественно, просто красная тряпка для проверяющих – это аффилированность. То есть, если руководители и учредители компании, родственники проживают, например, по одному адресу, то в этом случае аффилированность сразу видна. То есть, так сказать, ушки видны из всех вещей. И такая компания вызовет первоочередной интерес. Сейчас вы видите слайд монитора портала 1С. Тот, что мы уже с вами посмотрели на демо-базе. Собственно говоря, показываю я вам его для того, чтобы еще раз зрительно, так сказать, закрепить, где мы можем посмотреть эту информацию и как мы можем с ней работать. То есть, как вы видите, у нас вот сервис и выделение прописным шрифтом каждого дополнительного сервиса. Если мы переходим по гиперссылке, то есть проваливаемся внутрь, то мы уже можем либо проводить какие-то операции в личном кабинете, ну, например, продлить подписку. Или, если у нас возникли какие-то сложности, воспользоваться техподдержкой сервиса. Еще у нас есть очень интересный момент. Сейчас мы с вами снова переключимся на нашу демо-базу. Значит, собственно говоря, поскольку пристальное внимание и банков, и налоговых органов, ну, сейчас, естественно, и правоохранительных органов вызывает переквалификацию фирм, вызывает, скажем так, переокраску, то есть изменение статуса из зеленой группы перенесения в желтую или в красную, то на что нам нужно обращать внимание. Мы обращаем внимание на то, что, ну, во-первых, мы проводим проверку контрагента. Сейчас я вам покажу, что мы, допустим, ну, на закупках посмотрим. То есть у нас основная информация вносится не документы, а именно информация, нормативно-справочная информация через раздел «Инсы» и «Администрирование», а потом уже мы по подразделам можем ее добавить более тонкими настройками, если можно так сказать. То есть в режиме, в подразделе «Закупки» у нас есть справочник «Поставщики». Если мы переходим по этому справочнику «Поставщики», выбираем вот, ну, допустим, допустим, допустим. Ну вот, выбрали московскую компанию. Сейчас у нас на экране карточка контрагента, и по карточке контрагента мы вносим какую-то информацию, например, будем считать, что это у нас новый партнер, и мы должны его проверить. Ну, во-первых, мы проставляем чекбоксы, то есть вот такие зеленые галочки, что это за организация, то есть он может у нас быть и клиентом, то есть покупателем, и поставщиком и так далее. Если мы проставляем какой-то новый, ну, чекбокс или, наоборот, снимаем, то, естественно, у нас изменяется информация, которую требуется ввести, и мы можем сделать проверку контрагента, контрагента по нескольким системам. И второй момент, у нас вот верхняя линейка меню, видите, это гиперссылки, то есть мы можем провалиться и задать и взаимосвязи, то есть если это профилированные, например, лица, у нас это будет видно, и взаимодействие проверить, то есть кто он у нас покупатель, продавец и так далее, заполнить все договора, которые у нас с ними имеются, и, естественно, кроме того, что заполнить все сведения, мы можем заполнить карты лояльности, то есть насколько именно наша компания с ним лояльно работает. Может, это крупный клиент, и мы для него вводим какие-то новые скидки. Значит, если идет разговор о том, что мы вводим нового контрагента, то, естественно, у нас должна быть переписка, то есть когда мы с ними договариваемся о том, что мы хотим сотрудничать, составляем, например, протокол о намерениях или какие-то другие коммерческие документы, то, соответственно, всю такую переписку нам необходимо сохранять, потому что мы приложим эту переписку к досье нашего контрагента, и в случае, если нам поступает запрос от налоговых органов, то мы можем предоставить досье клиента, можем предоставить сведения из системы банковский светофор и сведения из системы проверка контрагентов, то есть, соответственно, доказать, что мы проверяли должную коммерческую осмотрительность. В этом случае уже, допустим, так однозначно признать нас участниками цепочки ФОП-налички будет более сложно. А следующий момент, то есть мы проявили должную коммерческую осмотрительность, мы посмотрели, что по адресу регистрации это предприятие существует, иногда требуют подтвердить, что мы проводили осмотр нашего клиента на предмет наличия у него производственных или складских площадей, или если это транспортная компания, то наличие транспортных средств, допустим, гараж, парковка и так далее. То есть следующий пул документов, которые мы должны приложить для подтверждения своей осмотрительности, это, ну, документы могут быть разные, они не унифицированы, то есть протокол осмотра, допустим, результаты визита, протоколы визитов и так далее. Ну, то есть любой документ, который подтвердит, что мы там были, мы видели, что у предприятия реальная база, и мы со всех сторон пытались защититься, насколько это возможно. Кроме таких документов, естественно, должны быть документы, которые подтверждают, что товар перемещали, например, со склада, со склада отправителя на склад, допустим, получателя. Ну, то есть транспортные документы, которые подтверждают реальность перемещения грузов. Ну, и денежные переводы. То есть самое основное, на чем будут, ну, во-первых, и проверки, и, скажем так, наличие или отсутствие триггеров для контролирующих органов. На самом деле, если, допустим, какие-то операции привлекли внимание налоговых органов, то в этом случае банк может затребовать с вас либо пояснение, либо копию договора, либо какие-то дополнительные сведения, которые вы можете предоставить по поводу сделки, которая вызвала у вас, точнее, не у вас, а у банка пристальное внимание к вашей компании. Естественно, в этом случае, поскольку мы говорим не только о финансовой ответственности, мы говорим еще и об уголовной ответственности, потому что уголовная ответственность за обналичивание денежных средств, особенно если это происходило в особо крупных размерах, то есть больше трех миллионов, больше десяти миллионов за три года, в этом случае до семи лет может быть предусмотрена уголовная ответственность. То есть отделаться малой кровью, как раньше было, что там замечание, ай-яй-яй, и так больше не делайте, или какие-то такие меры воздействия. Эта ситуация уже давно прошла, то есть такого уже не существует, и вам надо быть готовым к тому, что либо вы защищаетесь заранее, либо вы будете отстаивать в суде свои как бы свои показания. То есть доказывать, что у вас все было, что вы все проявили, что вы все зафиксировали, и на самом деле это был не злой умысел, и вы на самом деле в этом случае жертва, то есть что вы ни сном, ни духом не знали о том, что это обналичка, и все претензии именно к вам не обоснованы. Как я уже говорила, мы вот с вами посмотрели карточку контрагента, и когда вы работаете с карточкой контрагента нового, нужно обращать внимание на то, что вы заполняете всю информацию, которая здесь требуется, очень внимательно, потому что потом при формировании досье на какое-то предприятие, например, у вас налоговая запросила досье, ну вот, на Иванова Федора Петровича. В этом случае вы сможете дать информацию из 1С с использованием, ну как бы, возможности 1С, сервисов и так далее. Обратите внимание вот на что, что информация о должностных лицах, которые могут выступать, например, от имени организации, то есть директор, главный бухгалтер, какие-то, допустим, коммерческий директор или другой руководящий состав, обычно на эту информацию при вводе в программу не особо обращали внимание, потому что для бухгалтеров она не особо содержательна, ну и второе, это дополнительное временное ее введение. Если мы используем с вами сервисы, как я уже сказала, сейчас снова вернемся в монитор портала, то есть у нас есть для проверки контрагентов сервис 1С Контрагент, и у нас есть еще один сервис, очень хороший, это 1С Парк, то есть сервис 1С Контрагент проверяет регистрационные данные, ну и в принципе минимальная информация при этом дается по контрагенте, то 1С Парк Риски анализирует финансовую составляющую и дает заключение о том, насколько это рискованный или не рискованный партнер и насколько мы с ним должны быть бдительны, скажем так. Ну и естественно, тогда, когда это возможно, лучше всего работать через ЭДО, то есть электронный документ, а в этом случае вы в любой момент сможете представить подписанный электронной подписью документ и не переживать на тему того, что распечатать-то вы распечатали, а вот подписи нет, и что делать, если в таких случаях и договор может быть признан недействительным или ничтожным. Значит, сейчас мы снова вернемся к Федору Петровичу, вот, и вот что хотел, на что хотел обратить внимание. То есть, как вы видите, у нас на закладочке основной, это в принципе его регистрационные данные, то есть, как он звучит по паспорту и, соответственно, какое юридическое, например, лицо он представляет. Но, соответственно, должна быть закладочка не только основные средства заполнена, но и роли контактного лица, его адрес, телефон. Закладочка дополнительной информации, она, в принципе, в основном содержит сведения для коммерсантов, ну, например, имя любимой собачки, день рождения, жены и так далее. А вот первые три закладочки, это информация, которая вам позволит защититься в случае, если все-таки от претензий или запроса на предоставление информации вам не удалось отвертеться. То есть, основное правило, это заполнять все доступные поля максимально подробно. Если вы использовали сервис 1С Контрагент, то у вас эта информация заполнится автоматически, и, естественно, в этом случае вам достаточно будет добавить очень немного там какой-то информации, которая не регистрируется, ну, например, собачка и день рождения жены и так далее. А еще один момент, вот у нас есть с вами раздел CRM и маркетинг, и здесь у нас с вами расположены справочники клиенты, это тот же самый справочник Контрагентов, и, соответственно, куда попадет, где будет отражаться ваш партнер, зависит от того, какие вы, сейчас, минуточку, откроем, ай, нет, какие вы сведения ввели в карточку вашего Контрагента, то есть, вот от этих флажков. То есть, он у вас может являться всем, и клиентом, и поставщиком, и может быть конкурентом, если он, например, выпускает ту же продукцию, что и вы, но это может быть и ваш инвестор, то есть, по отметочку прочие отношения, поэтому вот к этому блоку отнеситесь особенно внимательно. Когда вы проставляете, что это, например, перевозчик, то сюда нужно внести сведения про имеющиеся у него машины, про доверенности на получение товаров и так далее. То есть, у вас будет стоять вопрос подтвердить реальность перевозок, например, который он вам осуществлял как перевозчик. Если он выполняет экспедиторские услуги, то, соответственно, очень-очень желательно задать вот сюда сведения про экспедитора, который выполнял эту перевозку. Ну, во-первых, потому что согласно правилам документа оборота, вы должны на него оформить доверенность от имени ваша организация, что вы доверяете ему перевезти свой груз и так далее. Ну, и, естественно, чтобы в случае каких-то неожиданностей у вас был ответственный человек, к которому можно предъявить конкретные претензии, потому что в противном случае вы ничего не докажете. При наличии правильно оформленных документов вы хотя бы в рамках КТПГ, это международная конвенция перевозчиков, сможете предъявить ему претензии, пусть и не на полную коммерческую стоимость груза, но хоть какие-то убытки возместить. Есть еще дополнительная кнопочка, волшебная такая, кнопочка еще. То есть, здесь собраны, собственно говоря, действия, которые вы можете на каждом листочке делать, и через кнопочку еще у вас доступны в общем-то дополнительный состав дополнительных реквизитов. Вы можете добавить, если у вас, например, служба безопасности и считают, что требуется еще какая-то информация. Группировка на партнеров, то есть, как мы понимаем, клиенты, конкуренты, общие, то есть, можно группировать по партнерам и задавать информацию по партнерам в целом. То есть, например, у вас может быть магазин там Виктория номер 10, это конкретный будет партнер Виктория, магазин номер 10 это торговая точка, а вот юрлицу это может быть и не Виктория, а юрлицу может быть другое. То есть, вам необходимо иметь возможность предоставить сведения для подтверждения должной коммерческой осмотрительности. Обратите внимание на формулировку. Она менялась несколько раз. То есть, изначально это была должная экономическая осмотрительность, потом это была должная коммерческая осмотрительность и так далее. То есть, вроде бы меняется одно слово, но на самом деле вместе с изменением формулировки чуть-чуть корректируется и правило, по которым эту информацию нужно собирать. Сейчас мы отсюда с вами уйдем и посмотрим с вами еще раздел отчетов. То есть, как мы должны что мы откуда еще можем взять, чтобы подтвердить свою чистоту, если можно так сказать, перед правоохранительными и налоговыми органами. Значит, мы с вами сейчас находимся в базе, точнее в карточке партнера и, соответственно, мы с вами посмотрели, вот если вы использовали, например, сервис 1С контрагент, то вот эти поля у вас заполнятся, правильно заполнятся полностью, так как это звучит, например, в ЕГРУ. То есть, адреса ваших партнеров будут содержать и адреса доставки, которые, например, складские комплексы или еще где-то. Если мы схалтули, то вот эти поля надо будет заполнять естественно ручками. И кроме этого, мы можем посмотреть и дать список документов, которые с этим партнером у нас существуют. Как вы видите, я могу распечатать журнал операции, что мы проявили должную осмотрительность, все проверили у нас все партнеры имеют конкретные адреса, которые у нас есть и которые указаны. То есть, мы не просто так гоняли деньги и обналичивали их через банковскую систему. Еще у нас есть интересный вот такой блок, то есть, во-первых, регламентированный учет. Ну, самое первое, если вдруг вы проверили вашего контрагента через Spark Risky, 1S Spark Risky, и выяснили, что, например, у него нет материальной базы для выполнения работ, что если он, например, пишет, что он вам оказал маркетинговые услуги и на достаточно крупные суммы, а фактически у вас один счет и одна оплата, то, ну, как бы, это уже вызывает сомнения. То есть, при отсутствии штата, при отсутствии специалистов именно этой направленности и соответственно, документы от такого партнера попадают в первую очередь на контроль. Второе, кто попадает на контроль, как я уже говорила, сейчас мы с вами снова вернемся в наши слайдики, упс, извините, в наши слайдики и, собственно говоря, мне хотелось поговорить о том, какие способы снижения рисков в этом случае у нас существуют, кроме того, что затребовать все документы о вашем партнере, то есть о состоянии, ну, то есть коммерческой информации, которую мы типа собрали. Естественно, лучше всего со своими партнерами ну, как бы факты и нападения заключить и обмениваться информацией. То есть можно сказать помпезно, что это разведка, но на самом деле это договоренность с партнерами, что если вдруг по какому-то из этих контрагентов, по какому-то из этих юрлиц приходит запрос, например, по встречной проверке на вашу компанию, то они вам об этом дают знать. Особое внимание нужно уделять тому, что за какой период этот запрос пришел. То есть если за три года то это значит, что вам грозит комплексная налоговая проверка. Потому что если вопрос касается одной конкретной сделки, то у вас запрашивают, например, информацию по операциям, например, за апрель или за квартал какой-то по такому-то контрагенту. А следующее, на что стоит обращать внимание, ну, тоже можно сказать так, культурная маскировка, а на самом деле стоит обращать внимание на то, что крупные платежи, особенно в адрес ипистов, если они на спецрежиме, то есть на упрощенке, то вот такие суммы попадают в первую очередь под проверки и банков, и налоговых органов. То есть в этом случае просто стоит самостоятельно избегать таких крупных платежей. Ну, понятно, что если вы большой строительный холдинг, у вас достаточно много ипистов, которые белые, пушистые, работают все в легальном режиме, то вам бояться нечего, но налоговики и банки все равно напрягутся и все равно затребуют с вас как минимум пояснения. Поэтому ну, на лахмодися, верблюд привязывает. Ну, еще один очень сейчас актуальный момент, это налоговики естественно ищут не только признаки обналички, но и признаки занижения налоговой базы и применения других методов получения необоснованной налоговой выгоды. Перейдем на русский язык, то есть это дробление бизнеса. То есть схемы, которые применялись давно, хорошо уже известны не только самим предприятиям, но естественно и налоговикам. Ну, в основном для упрощенцев это когда подходит, например, либо обороты, либо другие критерии к каким-то пограничным показателям, то есть либо выручка уже близка к превышению лимита, либо численности и так далее. то вот здесь будет действовать схема, что по одному юрлицу, например, проводится одна часть выручки, потом регистрируется еще одно лицо или заранее уже зарегистрировано юрлицо или предприниматель, который опять же на спецрежиме, но в этом случае выручка уже идет через него и таким образом маскируется единый бизнес. Такие компании, которые именно созданы для снижения оборотов, они могут работать и параллельно или быть вновь зарегистрированным, но уже показатели по каким-либо критериям близки к превышению. И у нас средняя численность работников до 100 человек, но в этом году у нас переходный период действует и эта численность может быть увеличена, например, до 130 человек, но по доходам и несмотря на переходный период у нас все равно могут быть превышения, поэтому налоговики в первую очередь анализируют финансовые показатели. Естественно, риски, которые связаны с таким дроблением, в первую очередь связаны с тем, что сделали спустя рукава документы, не оформили необходимые документы, второй момент это пересчет и доначисление по вашим всем юридическим лицам, то есть их посчитают как единый бизнес и соответственно доначислят налоги. Еще есть один риск, это признание взаимозависимых, это если у вас работают аффилированные лица, то есть взаимозависимые, поэтому здесь у вас можно применить пересчет цены сделки, то есть вы рискуете еще и вот таким образом, то есть если налоговая будет пытаться доказать, что вы там занимались либо наличкой, либо занижением налоговой базы и соответственно в этом случае под удар в первую очередь попадают предприятия МСП, потому что именно они применяют в основном спецрежимы и применяют дробление бизнеса ради снижения налога на прибыль или продление спецрежима когда уже превышены лимиты и так далее и вот по последним сведениям по последним нормативным документам которыми были снабжены и налоговые органы и банковские значит такие фирмы попадают под особый контроль и соответственно под контроль попадают и обычные добропорядочные компании которые либо неаккуратно сделали документы либо не проявили внимательность при получении таких документов ну то есть в любом случае где-то допустили халатность и у нас с вами вторая схема остается при дроблении бизнеса то есть это когда у нас есть группа компаний соответственно или юрлица или и писты и упрощенцы ну и НВД у нас сейчас уже отменено но тем не менее сейчас у нас может действовать допустим автоматизированная упрощенка это пилотный налоговый режим и в этом случае идет игра между продажей с НДС и без НДС то есть например делается несколько юрлиц на разных режимах налогообложения и при покупках менеджер выясняет вам как выписать НДС или без НДС и от этого зависит от того от какого юрлица будут выписаны документы и собственно говоря эта же схема для обналички используется ну естественно тут уже не идет разговор о том что обналичиваются средства первой попавшейся компании с улицы но допустим для старых проверенных клиентов это вполне себе может работать и вы рискуете попасть под ну под пристальное внимание это уже вообще понятно а вот прорабатывать вас будут и по обналичке и по занижению налоговой базы то есть по дроблению бизнеса и поскольку сейчас достаточно быстро развивается и собственно методички разные по действиям налоговых органов также быстро развиваются и способы которые коммерция придумывает для того чтобы эту обналичку провести то есть сейчас достаточно много писали о дополнительной схеме через инвестиционные монеты там отдельные как бы немножко непривычный для широкой публики процесс но тем не менее используются и интернет торговля и маркетплейсы и работа с инвестиционными монетами то есть это новые недавно возникшие способы и естественно налоговики про них уже имеют информацию и уже пытаются закрыть дырки в этом в этом ключе очень важный момент это введение в этом году НДФЛ с авансов то есть когда мы работаем с предприятиями и перечисляем деньги например директору пишем что аванс раньше это можно было экономить потому что НДФЛ мы начисляли только с заработной платы а сейчас мы обязаны во-первых НДФЛ платить и с авансов и с заработной платы то есть так сказать этот канал получения обналиченных денег перекрыт но тем не менее как вариант обналички он тоже в общем-то использовался раньше ну например у директора достаточно высокая зарплата там например близка к потолочному значению там 350 тысяч и он в качестве аванса выбирает заработную плату за например там полгода сразу и соответственно получает наличные денежные средства и так далее ну и при работе с розничными торгующими организациями поскольку продажа наличных денег ну к сожалению тоже достаточно быстро использовалась раньше и широко то есть в этом случае у нас с вами риски идут и по операциям по обналичиванию и по операциям которые занижают базу ну и если вы придумали что-то еще гениальное к сожалению наше время уже с вами подходит к концу ну то есть в операциях по обналичке у нас к сожалению нет гарантии того что например банки или налоговики заинтересуются только торговыми операциями то есть например закупка и продажа то есть и зарплатные в этом случае использовались схемы и сейчас поскольку у нас как вы все помните с нового года в связи с объединением фондов существует новый отчет ЕФС-1 то с ним тоже нужно быть достаточно аккуратным потому что несмотря на то что этот отчет уже достаточно проработан в нем достаточно много было внесено корректировок и исправлений тем не менее коды которые мы используем при составлении отчета ЕФС ЕФС-1 если быть более точным тоже могут вызвать у вас не у вас а у ваших проверяющих к вам повышенный интерес коды которые мы указываем в ЕФС это коды видов деятельности акведовские например коды у нас тоже будут играть в этом процессе достаточно большую роль поэтому основные моменты которые вы должны учитывать во-первых желательно каждый квартал например если у вас квартальная отчетность делать проверку ваших контрагентов и выявлять тех которые либо сменили группу в банковском светофоре либо у них были какие-то операции которые повысили риски система 1С ПАР позволяет это отслеживать то есть и финансовые показатели и риски которые связаны с какими-то конкретными сделками а второе очень внимательно проверять собственные документации собственную документацию особенно внутри групповую то есть передачу между своими фирмами и как можно минимизировать претензии в том что вы применяете какую-либо из схем минимизации в виде дробления бизнеса то есть здесь как раз таки все зависит от того насколько качественно вы выполнили все документы которые сопровождают перевод сотрудников увольнения сотрудников перемещения сотрудников и так далее и насколько полно отразили все это в документах и естественно ни в коем случае не связываться с обнальными фирмами потому что они уже достаточно давно состоят так сказать на учете то есть входят в реестр рискованных предприятий и в нового веков и у других фискалов то соответственно все такие операции собственно вся система у нас сейчас заточена на то чтобы такие операции минимизировать и поскольку с нового года у нас увеличены и штрафные санкции и административные штрафы и уголовные ответственность то естественно следует быть очень очень осторожным мы с вами сейчас снова вернемся к титульному листу и я хочу еще раз остановить ваше внимание на наших контактных данных то есть телефоны или электронная почта телеграм-каналы электронная почта и ведущего и компании и естественно адрес нашего сайта и пригласить вас к сотрудничеству мы очень надеемся что информация для вас была полезной мы выполняем весь спектр услуг при работе с программами 1С то есть это и продажа и внедрение и настройка и установка поэтому мы надеемся что мы сможем оказать вам помощь и в других областях которые связаны именно с программами 1С разрешите на этом попрощаться всего вам доброго до сих пор Продолжение следует...